Всем доброго дня! С вами магазин пряжи Коско, меня зовут Евгения. Сегодня у нас в обзоре с вами смесовка Камила от компании Рига. Это вспушенная мягкая нежная нить, которая подойдет нам для вязания легких, воздушных и теплых изделий. Смесовка Камила у нас представлена в одном цвете. В цвете спелой малины. Ниточка вспушенная, метраж ее 450 метров в 100 граммах. В составе 28% махер, 28% альпака, 27% шелк и 17% полиамид. Посмотрите, какой здесь ворс. Тактильно он очень приятный, нежный, мягкий. Изделия из него получатся легкими, воздушными и в то же время теплыми, потому что в составе у нас с вами и альпака, и махер. Стоимость данной смесовки 1025 рублей за 100 грамм. Давайте рассмотрим образец из этой смесовки поближе. Начнем с резинки. Этот состав у нас резинки особо не будет держать. Они будут у нас растекаться. Так же, как и косы. Косы тоже здесь будут плоские. Именно поэтому мы здесь в резинку сделали подмот. Вот видите, при близком рассмотрении видно такой легкий меланж. Это у нас мерину с селостаном, тонкая нить. Но меланже этого бояться не стоит, если кто против прям меланжа категорически. Если мы подальше отнесем образец, то вы этот меланж и не заметите. То есть это прям при близком-близком рассмотрении этот меланжик можно видеть. Спицы здесь использовали 3,5 мм. Подмот нам сделал полотно более плотным, более упругим. Но все-таки резинка у нас здесь не идеальная. Для более упругой резинки и жизнеспособной лучше взять спицы еще меньшего размера. Пробовать 3 мм и чуть меньше. Если не хотите делать подмот, то здесь тоже лучше использовать спицы тогда где-то 2,5 мм. Пробовать подбирать под вашу плотность, чтобы резиночка вас устраивала. В подмот можно брать не только меринос с эластана, можно использовать и 100% меринос, полуторатысячную ниточку. Она нам здесь с резинками тоже поможет. Дальше отрезок вязали только смесовка на спицах 3,5 мм. И вы видите, здесь у нас полотно получилось абсолютно непрозрачным, но в то же время оно пластичное и мягкое. В такой плотности вы можете связать себе пулловер, который можно носить на голое тело. То есть не бояться, что что-то где-то будет просвечивать и футболочку или маечку под него одевать уже не нужно будет. И пулловер будет теплый. Дальше разбавили наш образец малиновой смесовкой с кашемиром меланжевой. Вот такую вот полосочку связали. Можно также комбинировать с любыми составами. То есть все будет зависеть от вашей фантазии и от вашей, конечно, задумки. Далее вязали английскую резинку на спицах 3,5 мм. И здесь мы сделали подмот люрекса на вискозе, такой тонкой нити. Видите, смесовка его припушила, и он так легко поблескивает, мерцает в изделии очень ненавязчиво. Если вы хотите также украсить свое изделие, можно присмотреться к люрексу, а можно использовать пайетки. Пайетки можно использовать микро, которые 2 мм в диаметре, а можно прям и королевские использовать. Тут уже все будет зависеть от того, насколько ярким вы хотите сделать свое изделие. Английская резинка здесь у нас довольно пышная, но все-таки здесь тоже лучше взять спицы чуть меньшего размера, если вы вязать будете в одну нить смесовки, где-то 3 мм для английской резинки стоит взять. Можно таким узором связать шапочку себе с несколькими отворотами. Например, с двумя она будет очень теплая, очень мягкая, нежная. Можно и дополнить ее шарфиком с таким же узором. Дальше. Перешли на спицы 5,5 мм. И здесь вы видите, у нас полотно уже такое стало более прозрачным. То есть это более легкий вариант, можно связать себе паутинку. Вот ее как раз уже в такой плотности можно будет, вернее нужно ее будет одевать на футболку или на майку. Если хотите еще более разряженное, еще более прозрачное полотно, то здесь можно брать смело спицы 6 и 6,5 мм. Можно даже и восьмерку, тогда прям будет очень-очень ажурно. По тактильности полотно мягкое, нежное. Вот этот ворсочек очень нежный и полотно шелковистое. На ощупь очень-очень шелк здесь хорошо ощущается. И если вот близко присмотреться, здесь шелк даже можно и увидеть. Он так легко в полотне поблескивает. К сожалению, камера это не передает. Но поверьте мне на слово, шелк здесь не только ощущается тактильно, но его и можно здесь увидеть. Для каких изделий мы будем использовать данную смесовку? Это могут быть шапочки, это могут быть палантины. Можно связать ажурный палантин, взять спицы, к примеру, 6 мм. И палантинчик будет легкий, теплый. Он будет вас как облачко укутывать и согревать. Можно связать паутинку, можно связать более плотный пуловер, как вот мы смотрели. Если использовать спицы 3,5 мм. Можно связать кардиган, также вот ажурный, который пригодится вам даже летом, когда будет прохладно. Вы можете его на себя накинуть и он вас согреет, но в то же время жарко вам не будет. Поэтому смесовка в принципе здесь у нас такая универсальная. Можно использовать подмод, можно комбинировать с другой пряжей. Тоже будет смотреться прекрасно. Если вас заинтересовала эта смесовка и вы хотите оформить на нее заказ, то переходите на наш сайт koska.ru. А если у вас возникают трудности с оформлением заказа на сайте, то вы всегда можете написать нам в наши социальные сети, ссылки на которые вы также найдете на нашем сайте. Всем хорошего и доброго дня. Пока-пока!